Продолжение следует... А, это вы? Новый альманах? Не совсем. Скорее, трактат. Да? И о чем же он? О преимуществах любви более зрелых женщин. Правда? Любопытно послушать. Во-первых, они мудрее. Это очевидно. Таким образом, беседы становятся куда интереснее. И, к слову, не только беседы. Но к этому мы еще вернемся. Да. Ваш довод касательно опыта резонен. Во-вторых, красота не вечна. Посему от женщины должна быть польза. Иначе ее просто сдадут старьевщику. Редко умудренные дамы не наделены добротой, тактом и состраданием. Довольно смелое обобщение. Но истинное. И, наконец, в-третьих, леди постарше не понесет. А значит, одной заботы у вас меньше. Да и схватить французский насморк, к примеру, вероятность куда меньше. Либо все сразу видно, либо дама мертва. А если будет нужен наследник? Коли так, молодую сделайте женой, а умудренную пассей. И тут весьма кстати четвертый аргумент. С годами приходит осторожность. Дама постарше не станет болтать о вас лишнего. Да. Вы, похоже, знаете не понаслышке. И горжусь этим знанием. Касаемо пятой причины. Во всяком прямоходящем создании, живительные соки, что наполняют мышцы, сперва уходят из верхних членов. Иссыхает и уродуется чело. За ним шея, потом груди и руки. То же, что пониже, сохраняет форму много дольше. Напяйте двум дамам на голову корзину, чтобы доставало до пояса. И ни за что не разберете, кто из них моложе, а кто старше. Ночью все кошки серы, как говорится. А телесные неги с женщиной постарше никак не меньше, а порой много больше. Ведь мастерству со временем свойственно расти. Да вы шутите. Но не лгу, поверьте. Мне ли не знать? Ведь я был большой мастак. И вам советую. Как доброе вино, они с годами делаются лучше. Хотя без внимания и лучшее вино может стать уксусом. И уксус этот, друг мой, весьма неприятен на вкус. Чем чаще пашутся лину, тем лучше, смекаете. А еще? Есть и еще резоны. Шестой, к примеру. Грех не так страшен. Свяжешь свою судьбу с девицей – берегись. Ответ нести придется за две жизни. А с женщиной постарше страха нет. Отсюда и седьмой резон. Сомнения больше снидают молодых. Опыт и возраст сумеют держать в узде волнение и робость. И, наконец, последняя причина. Она проста по сути. Опытные дамы за внимание платят сполна. Вы очень убедительны, господин Франклин. Возможно, и мне стоит снять пару проб. Всецело советую. Продолжение следует... Я вам очень благодарен, к слову. За что? За разговор. Понимаете, друзей в Бостоне у меня нынче немного. В чем же вы таком провинились? В газете поместил карикатуру. Призывал к объединению. А как иначе нам выстоять против французов? О том же самом я говорил и на Конгрессе в Олбане. Многим это пришлось не понутру. Я усомнился в том, что парламент защищает наши интересы. Колониям нужны независимость и самодостаточность. Но многие коллеги, увы, и восприняли мои идеи в штыки. Неужто так плохо под сенью короны? Вы сами дали ответ. Под. Почему под? А не бок о бок. Лежит ли Франция под Британией? Италия? Пруссия? Испания? Нет. Конечно, бывают несогласия. Порой они грызутся не хуже собак. Но они на равных. Вот пример нам. Разве колонии не часть королевства? Не другая, так сказать, ветвь? Нет, больше нет. Мы обратились в нечто другое. Нечто свое. Хм. Пожалуй, желать равенства естественно. Мы покидаем родителей, отчий дом и ищем свое место под солнцем. Так заведено у людей, почему не у народов? Да, да, именно. Хм. Любопытно. Что ж, полно мне тратить ваше время. Прошу, возвращайтесь к своей работе. На беседу нет времени. Чего желаете, майн фройнд? Прошу, возвращайтесь к своей работе. Продолжение следует... У меня много товара для вас, друзья. По такой цене, считай, даром отдаю. Самые крепкие и бесшовные бочки в Америке у Джона Купера. Семь поколений бочаров. Куперам доверяют. Счастливого торговца и покупатели довольны. Подполковник Вашингтон с индейскими союзниками отыковали пероходом. Он заполонули их на стерпе. Жумандиль убили. Со мною вашу всегда я... Самые изысканные оборки... Бостонский сборщик налогов с целью Эль-Ада. Стоит. Вашингтон. Добро пожаловать. Стоит. А почему медицина? Думаете, я скажу, что хочу служить людям? Да? Что выбрал эту профессию ради блага человечества? А это не так? Возможно. Но двигало мной не это. Нет. Нечто более приземленное. Я люблю деньги. Есть другие пути к богатству. Да. Но если товар лучше, чем жизнь, ничто иное люди так не ценят и не берегут. Когда человек боится внезапной кончины, никакая цена. Она не велика. Это жестоко, Бенджамин. Это правда. Вы же клялись помогать людям. Или нет? Дал, но там не было ничего о цене. Я просто прошу честное вознаграждение за мои услуги. А если у людей нет средств? Значит, пусть им помогут другие. Разве пекарь бесплатно кормит нищих? А портной одевает даром женщину, у которой нет денег? Нет. А мне к чему? Вы сами сказали, нет ничего дороже жизни. Да. Тем больше причин позаботиться о средствах заранее. Простите, я хотел спросить вас о Брэддеке. Вы явно хорошо его знали. Когда-то Эдвард был одним из нас. И я считал его близким другом. Он был храбрый, смел, как редко кто бывает. Но все изменилось после Берген-Обзома. Французы захватили крепость. Нам пришлось эвакуироваться. В порту был спрятан ялик, на котором мы должны были бежать. У пристани какой-то юноша стал умолять спасти его семью. Я согласился. Но Эдвард отказал. Юноша назвал его трусом. И Эдвард убил их всех. Даже детей. Я и теперь не знаю. Впервые он убивал так. Или я просто не замечал раньше. Так или иначе, все изменилось. Мы еще воевали бок о бок, но всякий новый поход был страшнее предыдущего. Он убивал много. Врагов, союзников, солдат и простых людей. Виновных, невиновных. Неважно. Он убивал всех, кого считал помехой. Повторял, что жестокость всегда эффективнее прочих средств. Этот его девиз разбил мне сердце. Я не представлял. Он хорошо это прячет. И запугивает тех, перед кем обнаруживает себя. Те, кто упорствует, обычно долго не живут. Его надо остановить. Да, вы правы. Но я лелею глупую надежду, что он может еще одуматься. Я знаю, знаю. Глупо верить, что тот, у кого руки по локоть в крови, может измениться. Зря я об этом заговорил. Простите, не хотел вас огорчить. Здорово. Мы теперь братья. Между нами не место секретом. Надеюсь, вы с генералом сумеете все уладить. Мне нужно кое-что проверить. Побеседуем позже. Побеседуем позже. Убьем Сайлоса. Хе-хе-хе-хе. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. А босс скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. Свежая Бостон-газет. Самое лучшее оружие. Что за черт? Тысяча извинений, господа У нас тут произошла маленькая поломка Так чините и живо! Да, сэм, сейчас Увеливайтесь! Пытаемся! Я не люблю долго ждать Делаем, что можем, сэр Уберите колымагу, или мы проедем сквозь нее Прошу вас, все, почти готово Все, довольна? Эй, Хейтен, пора за дело В соборе Святого Павла Чарльз, вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуете за нами поодали. Будьте на чеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутгейт. Развяжи. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрят. Тебе не тронут. Даю слово. Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепления. Вот. Тебе не дайте. Ты знаешь что-нибудь о лагере. Ты знаешь что-нибудь о лагере. Тебе не дайте. Продолжение следует... Лерна тебя очень ценит, если послал за тобой целый отряд. Сэр, впереди противник. Мы атакуем? Нет. Пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Ты мне не веришь. Жаль, хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь. О, черт. Лучше убраться отсюда. Стой! Кто идет? Назовитесь! Где лейтенант Джонс? Что все это значит? Как говорят, вот я и думаю об этом все время. Если все так просто, как ты уверяешь, цифры пойдут прост. Эй, ты! Атакуем! Черт, как бы псы. Эй, Тиган. Я должен осмотреть твою груз. Не подпускайте! Передавай привет костлявой! А Путин проклят. Тот, кто поднял руку на беззащитную... Ага. Свежатинка, да? Дай-ка взгляну до того, как Сайлос ее использует. К бою! Конечно. Одно слово, и я перебью всех. Ты что, новенький? Чей взван? Атакуем! Ну же, ну! По квартире давай привет костлявой! Не забирали дом божий и ушли с тарелкой для пожертвований. Дикари. И избили сторожа, который ему выбрался. Все чисто. Стой! Здравствуйте. Что у вас тут? Подарок для Сайлоса. Езжайте. Видишь, я тебя отпускаю, как обещал. Если ты теперь меня... Оставьте ее. Но она нас выдаст! Нет, не выдаст. Что теперь? Не попасться и спасти пленников. А Сайлос... Убить. Будете готовы, дайте знак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА